Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». У микрофона Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировское предприятие будет разрабатывать комплектующие для самолетов. Предприятие «Электропривод» получил и сертификат разработчика авиационной техники, сообщает областное правительство. Речь идет о комплектующих для гражданской авиации. Отмечу электропривод, несколько десятилетий занимался разработкой авиационных электроагрегатов. В Кировской области будут выращивать больше овощей. В регионе в 2023 году собираются увеличить площади, занятые картофелем, на полтора процента, почти до полутора тысяч гектаров, а также другими овощами на 13 процентов, до 90 гектаров. На это предусмотрена поддержка областного бюджета, рассказали в региональном правительстве. На 40 процентов планируют увеличить площади, занятые гречихой. Также увеличатся площади сева яровых кормовых культур, а зимых культур на зеленый корм и однолетних трав. В эфире экономика. Кировчане стали больше тратить в кафе и ресторанах. По подсчетам Кировстата, в среднем каждый кировчанин за год потратил на еду вне дома по 11 тысяч рублей. Это четвертое место в ПФО. Год назад цифра составляла 9 тысяч рублей. В целом, в 2022 году оборот общественного питания в Кировской области вырос на 2,5 процента по сравнению с предыдущим годом. Всего реализовали продукции на 14 миллиардов рублей. Вместе с тем, в магазинах кировчане стали экономнее. В 2022 году оборот розничной торговли снизился на 5,5 процентов. По величине оборота розничной торговли на душу населения Кировская область занимает 9 место в ПФО. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.